В мировой практике литературной есть явление, которое, к сожалению, многим неизвестно даже и сегодня. Это творение святых отцов или святоотеческая литература, святоотеческая письменность. И почему надо изучать творение святых отцов? Сегодня об этом несколько важных слов. В качестве фона вы видите фрагмент русской иконы недели воскресения святых отцов перед Рождеством Христовым, которая находится в Государственном русском музее в Санкт-Петербурге и является народным достоянием. Святоотеческое наследие – это не только церковная тема. Это тема общекультурная, историческая, тема социологическая, психологическая. И воспринимать святых отцов нужно не только как пропаганда, как некоторые думают, христианство, христианского вероучения, как нечто напоминающее о христианстве и, в частности, о православии. На самом деле все значительно глубже и удивительным и причудливым образом переплетено в истории нашей страны, нашего Отечества. Без преувеличения можно сказать, что святоотеческое наследие является частью русской культуры, русской письменности, русской литературы, древней русской литературы. И без знания творений святых отцов, может быть, не глубокого, а хотя бы такого покасательного, поверхностного, но без знания того, что это были за деятели, представители православной церкви, что это были за авторы, люди, герои своего времени, а может быть, даже и уходящие за пределы времени и являющиеся героями вне времени. Для этого, конечно, нужно в это погружаться время от времени, нужно знакомиться с такими авторами и, конечно, знать о том, что они существуют. Здесь есть два подхода. Подход христианский и подход светский. Такой гуманитарный подход. Христианский подход – это выбор некоего наставника-поводыря, который соответствует тому, какое состояние у христианина, в чем он пребывает, и что есть его вера, и какие он ищет ответы на вопросы, что беспокоит его, что его, может быть, смущает, в чем ему нужна поддержка. Не всегда духовник – это так называют в православии священника, который исповедует православного христианина постоянно, и у каждого воцерковленного православного христианина обязательно есть свой духовник, или он к этому стремится. То есть это полное, можно сказать так, полное воцерковление, полное присутствие православного христианина в церкви. Так вот, не всегда духовник, даже когда он есть, не у всех он есть, между прочим, далеко не у всех, но не всегда, даже когда он есть, может ответить на те вопросы, которые волнуют верующего. И вот выбирать нужно именно то, что соответствует состоянию христианина. И тогда ответ на вопрос, читать или не читать святых отцов, он напрашивается сам собой. Изучение творения святых отцов – это переход от теории к практике у христиан. Это активная работа над собой. То есть, если Евангелие, Библия, Священное Писание – это все-таки теория, то святоотеческое наследие – это инструкции к действию. Как правило, святые отцы рассказывают о том, как молиться, как жить, как относиться к людям, к себе, к духовному миру, к Богу, и как в этом во всем выстоять, чтобы победить, естественно, духов злобы поднебесных, то есть силы зла. Святоотеческая литература – это прежде всего наставление в вере. Здесь ключевое слово, конечно же, вера, а не разум, и не фантазия, и не какое-то чувствование. Это не просто мысли, это не просто дневниковые заметки, это не просто какие-то изречения мудрых людей. Это именно наставление в вере. И это укрепление веры, а может быть даже рождение, сотворение, воскресение в себе веры. Потому что вера – это чудо, и когда она появляется, она появляется, когда ее нет, ее нет. Христиане нуждаются в помощи наставника, христиане. Не светские люди. Светские люди очень часто не нуждаются в помощи наставника, этим они отличаются от верующих. Они провозглашают себя экспертами и не нуждаются в наставничестве, в менторстве, в путеводстве. А христианину нужен и нужны старцы, имевшие опыт, личный опыт Бога общения, молитвы, Иисусовой молитвы, и сихазма, так называемого умного делания. И христиане, конечно же, не провозглашают себя мудрецами. Они ищут совета у тех, кто прошел этот путь, что называется, сполна, всего себя отдав на служение Господу Иисусу Христу. И служение, конечно, это не борьба с людьми, с человечеством. Это борьба, как я уже сказал, с темными силами, с падшими ангелами. И самым главным из них – это взаимоотношение с этим темным миром, целью, конечно, не попасть после смерти в ад. Разница между верующим и неверующим человеком – это понимание, что есть жизнь после смерти, или непонимание этого момента. Это понимание, что ждет человека по ту сторону жизни. И это, конечно же, стремление сделать все, что возможно при жизни, для того, чтобы душа смогла после смерти по ту сторону жизни находиться с Богом. Потому что ад – это когда без Бога. Вот что такое тьма. А Бог – это свет, это любовь. И об этом, и про это постоянно говорят святые отцы. И в заключение я хотел бы сказать, что христиане, изучая святоотеческое наследие, читая книги святых отцов, не ждут мгновенного появления веры. Они находятся в состоянии ученика. Ученика, который не знает, когда будут экзамены. Экзамен может наступить в любой момент. И, конечно, они не ждут святости. Быстрой, внезапной святости и мудрости. Это состояние вечного ученика. Ученика, который останется учеником навсегда. Вот этим христиане отличаются от светских людей, имеющих ученые степени. Я имею в виду тех, кто объявляет себя открыто атеистами. И стоит на этих позициях, отчаянно пытаясь доказать, что нет Бога, нет чуда. Есть только клетка и что-то там еще в виде андроидного коллайдера. За этим я сегодня с вами расстаюсь. Оставляйте свой комментарий, ставьте лайк и пишите в комментариях, знаете, о чем? Каких святых отцов вы читали, читаете и выделили бы особенно творение каких отцов? Потому что мы можем об этом поговорить более подробно, процитировать кого-то. Это очень богатая тема, поверьте мне, есть о чем поговорить, как и вся древнерусская литература в целом. А за всем я с вами расстаюсь в этом видео. Будьте здоровы и счастливы. Берегите себя. Вера вам, надежды и любви. И матери их София.